Вот хлебопечь растапливается, а у меня готовится форма с хлебом. Ну что же, вот хлебопечка пришла в такой режим, 220 градусов Цельсию, около того, это то, что нужно. У меня практически все погорело. Я думаю, что это нормальный режим. В плане уголька, ну чуть-чуть его загреби сюда, к центру, и нормально. Все, нужно закладывать форму. Еще раз показываю, 220 и открываю нижний духовой ящик. Тут у меня форма с хлебом. Ну, в сети интернет полно всяких рецептов. Берем самый простой какой-нибудь, но любой. Естественно, мука, дрожжи, соль, сахар по вкусу, мед, масло, яйцо. Кому что нравится. Вот так у меня получилось. Возможно, переборщил с объемом, потому что будет убегать. Ну ладно, посмотрим, что получится. Кладу таким вот образом, чтобы у меня не пригорело особо. То есть, ближе к дверце топки, ближе к дверце духового ящика. Буду наблюдать за тем, как подрумянивается хлебушек. Сейчас здесь набирается температура. Я открыл дверь. У меня, естественно, термометр охладился. Когда дверь открыта, соприкосновение с окружающей средой, с воздухом. Ну, естественно, в этом случае он показывает меньше 100 градусов по Цельсию. Уходит вниз. Вот сейчас поднимается и дошел до 150. Форма со хлебом забирает некоторое количество тепловой энергии. Температура устанавливается в 150. Ну, может быть, еще на 10 градусов поднимется. 160. Это штатный режим. Ну что же, оставляю выпекать на 30 минут. Засекаю сейчас время, чтобы было 30 минут и включаюсь через 30 минут. Смотрим, что получится из нашего хлеба. Хлебопечь ХВ-10. Прошло где-то минут 35 с момента, как я хлебоформу положил. В нижний первый духовой ящик. По углям вот такая обстановка. Температура со 160 опустилась уже ниже 110. Подходит к 100 градусам. Ну, и за это время, судя по ощущениям, хлеб испекся. Запах хлебный, дрожжевой. Вот такое вот место. Не знаю, может быть, еще минут 5 подержать имеет смысл. У тебя что-то не очень большая была. Нормально. Чего перебарщивать. Вот такой хлеб получился. Ну-ка. Хорошо. Может быть, разве что чуть-чуть, совсем на 5 минут. Чуть-чуть-чуть. Туда подальше подержать на 5 минут. Что-то есть у меня такое интуитивное предположение, что еще чуть-чуть стоит. И после этого покажу результаты. Пришло время. Достаю я уже окончательно форму. Вот такой вот хлебушек у меня получился. Горяченький. Ставлю сюда. Мягкий. Пока еще мягкий. Хлебопечь ХБ-10 на 10 хлебопекарных форм от компании Роснар. Дочерняя компания по Мабиба. Мне очень понравилась. Печка рассчитана на то, чтобы приготовить 10 буханок такого хлеба. 10 форм. У нее идет в комплекте. Также поднос. На этой печи я попробовал сделать шашлыки. Я испек рыбу. Испек картофель. Также кулич и хлеб. И все это у меня получилось. Я не являюсь каким-то там поваром. Обычный человек. Просто прочитал рецепт в интернете. Добавил все необходимые ингредиенты для запекания хлеба. И все следует по инструкции. У меня все получилось. Готов хлеб. Одна буханка для теста. Я думаю, этого достаточно. Что можно сказать? Нужно следовать по инструкции. Если касается выпекания хлеба, то здесь в верхнем духовом ящике температура будет меньше. На это нужно ориентироваться. Это нужно учитывать. И поэтому запекание хлеба в верхнем ящике будет подольше на 10-15 минут. У нас в духовом ящике где-то 230 градусов. От 200 до 230 по инструкции. Потом мы кладем хлебопекарной формы с уже готовым тестом. Вот положили. И у нас температура устанавливается в районе 160-150 градусов. И это нормальный штатный режим. Ждем 30 минут. Может быть 35, может быть 40. У меня 40 получилось. При этом регулировка дров внутри топки происходит интуитивно. Нужно понимать, что если мы разбросаем угли по всей площади топки, то у нас горение будет слабше. Температура в духовке будет меньше. Если мы их соберем в кучу где-то посередине, то сразу температура повысится и может повыситься существенно. Это все нужно учитывать. Также влияет качество топлива и характер. Допустим, топливные брикеты. У них угли не горячие. А вот если сосну положить, то уже угли такие дают температуру достаточно большую. И эта температура держится дольше. Так что к печке, исходя из этих нюансов, необходимо приноровиться. Но в целом все достаточно просто и доступно. Нет тут ничего сложного. Мне очень понравилось это изделие. Такое изделие не только в полевых условиях, но и иметь у себя, предположим, на даче. И это просто здорово. Так что я вот рекомендую. Это вот варочная панель. Она тоже омывается пламенным потоком. И является достаточно горячей. При определенных условиях, когда у нас горение активное, здесь, на этой варочной панели, можно вскипятить воду и даже ведро с водой сделать тепло. С одной стороны и с другой стороны можно поставить ведерко. И здесь, слева, справа, канчик можно поставить. Это тоже может оказаться очень удобным. Так, ну что, по хлебу. А горяченький еще пока что. Ух! Вот такой вот хлеб у меня получился. О, с пылу и с жару. Прям практически черный хлеб. Фу, ну ладно, пусть еще он в форме чуть-чуть, мне кажется, побудет. Будет ему хорошо настояться. Вот такой вот получился. Ну-ка. Ммм, вполне нормально. Ну что, пробую. Режу. Горячий. Вот такой вот хлеб. Ах, ладно. Ну что же, неплохо. Здорово. Хочу с маслом попробовать льта. Полный себе вкусный хлеб. Особенно горячий. Ну, конечно, сам себя не похвалишь. Ммм. Очень неплохо. Здорово. Отлично. Угу. 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 Шашлычки потихонечку доходят до нужной кондиции. Что надо? Саша пошла. Вот один момент важный, который я не показал. Здесь в комплекте в верхнем духовом ящике идет еще один ящик. Здесь он виден. Вот он достается таким образом. Транспортное положение. Это на самом деле не что иное, как ящик для кипячения воды. То есть ящик для кипятка. Такой ящик. Есть вот этот специальный крепежный элемент, на который устанавливается этот ящик. Вот таким вот образом. То есть вот этой стороной он плотно примыкает к разогреченной топке и вода в нем закипает. Третья баклажка, причем полная баклажка. Вот мощное горение. Температура здесь уже 360. Тяга установилась. Вот так с баком для воды. Уже все прогорело, остыло. Температура опустилась до 200 градусов, меньше 200. Здесь у нас явно кипяток. Видно, что идет пар от воды. Вода, конечно, не кипит, но это реально кипяток. То есть кипяток, кипяток, горячая вода. Тихать горячая вода, не холодная, либо пить ее. Чаек можно сделать. Короче говоря, без всяких проблем. До кипения, может быть, мне не удалось их довести. До бурного кипения, но реально вполне себе кипяток. Рыбка уже поджаривается. Теперь точно время вынимать. Рыбка такая толстенькая. Рыбка нуждается, чем наистика. Можно есть. Продолжаем.